Автопробег Водителям, которые принимали участие в этой акции не в первый раз, маршрут автопробега был хорошо знаком. Стартовав от Казанского ипподрома, колонна по улице Ершова направилась к мосту «Миллениум», повернула на Чистопольскую и, проехав через Ленинскую дамбу, финишировала у центрального стадиона. Второе по счету шествие на колесах болельщиков Казанского клуба пришлось на игру перед Кубанью не просто так. Предыдущие игры Рубин играл в бутни, поэтому организаторы этой акции решили не мешать другим автолюбителям и выбрали день, когда на дорогах Казани вероятность дорожных пробок была меньше всего. Соответственно, выбрали на воскресенье играл. И она завершает круг, точнее открывает новый второй круг. Сейчас будет небольшой перерыв и решили показать город, чтобы город не забывал. То, что есть Рубин и то, что есть люди, которые любят не только пешеходы, но и автолюбители. Акция пришлась по душе и новичкам, и тем, кто принимал участие в автопробеге не первый раз. Вообще отлично, замечательно. Побольше таких организаций, как-то в массы надо это все выдвигать, чтобы народу больше привлекалось. Рубин надо поддерживать. Второй раз участвуем. Очень интересно, весело и дружно все участвуют в пробеге, все болельщики. Такая клевая акция. Мне так она понравилась и нравится. Вот эта сплоченность, вот этот коллектив, вот эти ребята, которые приходят на сектор не за то, что сидеть, смотреть, а болеть, выкладывать свои эмоции, свою душу в команду. Показываем мы городу, показываем, что мы вообще можем, что мы делаем, для кого стараемся. Однако не все автопробег встретили с энтузиазмом. Сотрудники ГИБДД решили внести свою лепту в акцию болельщиков Казанского рубина. К сожалению, опять-таки, мы просили зеленый коридор, чтобы мы не мешали, во-первых, людям, которые просто едут и не знают о проведении акции. Чтобы мы бы проехали под зеленый свет везде, нигде бы никому не помешали быстренько. Показали городу то, что мы есть, то, что мы любим, свою команду. Но, к сожалению, опять-таки, нам не предоставили зеленый коридор. Вот. И, ну, как бы, некоторых даже, вот, как вы можете увидеть, задержали за какие-то нарушения. Но настроение участникам это не испортило, потому второй автопробег болельщиков по многим пунктам был признан состоявшимся. Второй раз более организованно, более, как бы, равномерно ехали и дружнее. И получилось, что красивее, мне кажется, со стороны выглядело. Первый раз всегда как первый раз. Второй уже, половина уже знает, что это такое. Уже знает, что как делать, что как двигаться. Собрались все вместе, все болельщики, рубина, все фанаты. Мне кажется, это очень правильно. В планах у организаторов автопробега продолжение акции, которая должна стать хорошей традицией для всех, кто неравнодушен к казанскому рубину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok